Здравствуйте и добро пожаловать в программу 4 студия. Мы работаем в прямом эфире на телеканале Беларусь 4 Могилёв и в нашей группе ВКонтакте в интернете. Туда вы можете писать свои вопросы, участвовать таким образом в обсуждении. А тема у нас сегодня актуальная – коронавирус. На Могилёвщине циркулирует индийский штамм коронавируса, который называется Дельта. И мы хотели бы поговорить, чем это опасно, что это значит, готово ли общество, готовы ли медики работать в этих условиях коронавируса. Ну и то, что мы делаем или не делаем, носим маски, не носим, прививаемся или нет, как это влияет на ситуацию. Я хочу представить моих гостей. Это Валерий Геннадьевич Печерский, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Могилёвской областной клинической больницы. Евгения Дмитриевна Бузюк, заведующая отделением иммунопрофилактики Могилёвского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. И Ирина Степановна Бас, главный внештатный инфекционист Могилёвской области. Добрый вечер. Добрый вечер. Евгения Дмитриевна, вопрос к вам первый. Какая сегодня эпидемиология ситуация в Могилёвской области в целом? Несмотря на то, что в мае-июне было некоторое снижение заболеваемости, в июле ситуация стабильная, но остаётся достаточно напряжённой. И не исключается подъём заболеваемости. Скорее всего, это будет связано именно с циркуляцией нового штамма, нового варианта коронавируса, вот индийского варианта, который называется Дельта. Есть ли какая-то разница по регионам Могилёвской области, где болеют больше, где болеют меньше? Как это определяется? Ну, в целом, конечно, разница есть. Это зависит от города, от его численности, от количества предприятий и миграции людей в населённых пунктах. То есть в маленьких у нас населённых пунктах немножко заболеваемость сейчас пониже. В крупных городах, например, Могилёв, Осипович, Шклов, там, по сравнению с другими райцентрами, будет заболеваемость немножко выше. Давайте поговорим вот об этом индийском штамме Дельта, чтобы люди понимали, есть ли по нему какая-то статистика, что значит, что он к нам пришёл, фиксируются ли случаи, и чем он отличается от предыдущего? У нас есть Республиканский научно-практический центр гены эпидемиологии и микробиологии, который занимается изучением штаммов коронавируса. И вот они секвенируют геномы от пациентов. И уже в июне было объявлено, что в Минске появился первый случай Дельта-штамма, Дельта-варианта коронавируса. И на сегодняшний день уже есть информация, что во всех областях нашей страны выявлен этот штамм. В принципе, он из-за того, что он более заразный, намного более заразный, он скоро, конечно, будет выявляться практически в каждом городе, в каждом регионе. И, по сути, он вытеснит первый штамм, да? Да, он вытеснит предыдущий, потому что его заразность, например, на 60% больше, чем предыдущий великобританский штамм, который назывался. Он будет распространяться быстро. Хочу спросить у Ирины Степановны. Всё-таки вот какие особенности Дельты? То, что он более заразный, вы услышали. А почему он более заразный? Что это значит? Ну, дело в том, что в вирусе произошла мутация. И за счёт того, что у нас мы были привычны уже, какой-то прослойка иммунная сформировалась к предыдущим штаммам, здесь произошла мутация. И, соответственно, этот вирус, он быстрее проникает в клетки и вызывает заболевания. По течению заболевания, вызванные вирусом-мутантом, оно несколько отличается. Стали чаще болеть лица более молодого возраста, те, которые не имеют факторов риска. И в самой клинической картине появились изменения. То есть, наряду с температурой, с головной болью, которые были и характерны для предыдущего штамма, более характерны стали такие симптомы, как боли першения в горле, насморк, о котором мы раньше говорили, что он не характерен для коронавирусной инфекции. Первую волну даже говорили, что если есть насморк, то это, скорее всего, не коронавирус. А вот такие симптомы, как потеря вкуса, потеря обоняния, кашель, они стали встречаться реже. И поэтому человек заболевает, и он думает, что заболел каким-то тяжелым респираторно-просто вирусным инфекциям, не ковидом, потому что все привыкли, что первым делом мы должны потерять обоняние или вкус. Врачи готовы к тому, что изменилась вот эта вот картина? Потому что если человек придет к терапевту, и, наверное, тот спросит, вы чувствуете там запахи, да, чувства? А что у вас, блин, горло? Наверное, это ангина. Или отношение к любой болезни будет такая, как будто бы это коронавирус? Ну, учитывая, что мы живем в период пандемии, то, конечно, уже в настоящее время все медицинские работники и все население настроено именно на то, что это коронавирус. И порой, наоборот, другие заболевания как-то ускользают. Поэтому, конечно, пациент, придя с такими симптомами на прием к врачу, он будет и должен быть обследован на коронавирусную инфекцию. Вы заместитель главного врача Могилевской областной инфекционной больницы. К вам попадают пациенты, которые болеют в том числе, наверное, и дельтой. И правду говорят, что люди болеют этим коронавирусом тяжелее? Правду говорят. Действительно, болеют тяжелее. И болеют тяжелее, я еще раз повторю, лица молодого возраста, которые не имеют тех факторов риска, которые имеют лица пожилого возраста. Возникает больше таких тяжелых осложнений в виде тромбозов. Поэтому, соответственно, это и опаснее. Это и опаснее, да. Валерий Геннадьевич, какие наиболее частые осложнения ковид-инфекции встречаются на сегодняшний день, в том числе в вашем отделении реанимации? В первую очередь, это дыхательная, остродыхательная недостаточность, которая требует кислородотерапии, респираторной поддержки. Со стороны сердечно-сосудистой это микрородиты, либо нарушение проводимости ритма, которые являются следствием микрородита. И, конечно же, тромбозы. Пожалуй, даже они в одном ряду стоят с острой дыхательной недостаточностью. Натрисосудистая свертываемость крови, микро- и макротромбозы. Насколько врачи оказались готовы к этому изменению правил игры, если можно так говорить? Ну, как показала практика, оказались готовы. Конечно, было тяжело перестроиться, но все достаточно быстро. Все сориентировались и стали работать, скажем так, в новых условиях и по новым правилам. Всегда людей беспокоит, достаточно ли у вас всего средств, аппаратуры, самих рук, специалистов. Да, достаточно аппаратуры, специалистов, скажем так, рук. На данный момент у нас всего хватает, все в полном объеме для оказания помощи нашим пациентам есть. Какие симптомы у людей, которые заразились, чем-то они начинают болеть, что людей должно насторожить в первую очередь? Вот они почувствовали какое-то недомогание. На что им сейчас обращать внимание в связи с новым штаммом Дельта? Ну да, есть пациенты, которые могут находиться на амбулаторном лечении, а есть те, которые обязательно должны лечиться в стационарии. Конечно, все мы должны знать признаки, когда необходимо либо вызвать скорую помощь, либо самому обратиться именно для проведения стационарного лечения. Это прежде всего лихорадка. То есть если у любого пациента с коронавирусной инфекцией есть повышение температуры той или иной степени, у кого-то 37,2, а у кого-то 39. Так вот, если это 39, и она стойко держится в течение нескольких дней, и человек принимает жаропонижающие препараты, и эта температура не снижается или снижается до ненормы, а потом вновь достаточно быстро повышается, вот это один из признаков, который должен насторожить человек. Второе — это, конечно, появление отдышки, то есть когда появляются уже признаки дыхательной недостаточности. То есть вначале эта отдышка может быть при какой-то физической нагрузке. То есть человек встал, пошел в туалет, появилась отдышка. Вот это уже первые признаки. Может быть то, чего раньше не было. То, чего раньше не было, да. Вот эти два основных симптома, которые должны человека побудить к тому, что надо повторно обратиться за медицинской помощью. И что человеку делать в таком случае? Дайте совет. Надо ли ему идти в поликлинику самому? Надо ли ему вызывать врача на дом? Надо ли ему звонить в скорую помощь? Что ему делать? Ну вот те симптомы, которые описала, высокая температура и уже появление отдышки, то, конечно, человеку самому в поликлинику идти не надо. То есть необходимо вызвать либо участкового терапевта, либо скорую помощь для оказания помощи. Но что мы должны предпринять, когда появились вот эти симптомы? То есть в первую очередь принять жаропонижающий препарат. Лучше принимать парацетамол или там ибуклин, чем, допустим, аспирин. Кроме того, все мы должны понимать, что сейчас такие климатические условия, что мы теряем достаточно большое количество жидкости. Поскольку вот и Валерий Геннадьевич сказал, что очень большое количество микротромбозов. А связано это с тем, что происходит, увеличивается вязкость крови, то есть она становится более густая, и образуются микротромбы. Поэтому необходимо восполнять объем жидкости. А препараты, которые разжижают кровь? Дойдем до препаратов. Необходимо пить достаточно большое количество жидкости. Ну, достаточно большое это какое? Значит, обычному человеку, который не имеет каких-то там тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, это 30 мл на килограмм массы тела. То есть, ну, стандартный человек 80, допустим, килограмм, то есть 2,5-3 литра должен выпивать. Это обязательно. Можно пить любую питьевую воду, там, минеральную воду без газов, компоты, там, особенно с добавлением изюма, да, так называемые калиевые напитки. Вот это все обязательно необходимо пить. Что касается всех вот то, что вы упомянули, антиагрегантов, антикоагулянтов. У нас сейчас большое количество пациентов, которые в обычной жизни по тому или иному заболеванию принимают, допустим, аспирин или аспикард. Таким пациентам прекращать прием этих препаратов ни в коем случае нельзя. То есть, они их принимали и продолжают принимать. А для профилактики тем, кто не принимал? Для профилактики сами себе пациенты ничего не должны назначать. То есть, все вот эти препараты, как антикоагулянты, так и антиагреганты, должен назначить врач. Народная медицина здесь не работает? Не работает. Потому что есть как показания, так и противопоказания к назначению этих препаратов. Поэтому и эти препараты только с назначением врача. Готовясь к программе, я еще читал, что при Дельте возникают как новая проблема, проблема с пищеварением. Насколько это верно? Ну, вы знаете, мы сталкивались и с предыдущей, и в первую, и в вторую волну. Вирусы тоже вызывали расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта. И особенно это было характерно для детей. Поэтому здесь каких-то таких особенностей. Да, может быть, расстройство стула. Так же, как и при обычном уханьском варианте, скажем так. Евгений Дмитриевич, я хочу у вас спросить, какие меры, на ваш взгляд, будут эффективны, наиболее эффективны для недопущения распространения нового коронавируса? Все те же старые, да? Те же старые, ношение масок, обработка рук, соблюдение социальной дистанции. Вакцинация? И вакцинация. Но все меры должны быть обязательно в комплексе. Не будет действовать только одна вакцинация без ношения масок и дистанции к гигиену рук. И также не будут действовать маски, если мы не будем прививаться. У нас есть сюжет, который мы снимали, как раз о том, как маски носят или не носят наши люди в магазинах. Давайте его посмотрим и вернемся к разговору. Во всех магазинах на входе объявления посетители без масок не обслуживаются. Лидия Ивановна обеспокоена, многих не волнует, чихнут они на открытые продукты или нет. В этом торговом центре и охранники, и руководство постоянно смотрят, чтобы посетители не забывали про средства защиты. Мы целый день ходим, контролируем, чтобы и покупатели были в масках, и продавцы, естественно, кассиры, и в принципе все работники, чтобы они были в масках. А вот полярная картина. Даже люди с бэджами позволяют себе раскладывать товар без средств индивидуальной защиты. Почему вы без масок? Почему маски есть? Нет, вы без масок были. Вы у вас даже на нос у нас сейчас не одеты. Даже до конца не одели маски. Мне справка ваша говорит о том, что вы здоровы от других заболеваний, и у вас пройдена флюорография. А относительно ковида у вас нет никакой справки. А у вас есть? Есть решение. Я в маске, вы заметили. Так она же не защищает на 100% девушка. Если вы в маске и я в маске, она защищает на 95%. Первый раз санстанция предупреждает. А во второй раз даже за менчендайзеров без масок штраф не маленький. Юрлицо получает до 300 базовых величин. А это более 8 тысяч рублей. Ведь ситуация с ковидом не шуточная. В Беларуси официально подтверждено наличие индийского штамма «Дельта». Четвертая студия в прямом эфире. Говорим мы о проблеме коронавируса, о прививках, о том, как мы сами себя от этой болезни защищаем. В том числе Евгения Дмитриевна, вы посмотрели вместе с нами этот сюжет. Как вы оцениваете вообще степень понимания опасности коронавируса в обществе сегодня? Мне кажется, люди уже привыкли и живут с коронавирусом, не замечая его или делая вид, что его нет. Да, конечно, пандемия у нас уже достаточно давно. Если в первое время люди действительно боялись, были напуганы ситуацией и носили маски, то сейчас, конечно, они очень устали. Сейчас такая погода, что жарко, тяжело носить маски. Но в данном случае хочется сказать, что, наверное, дышать, если им такой маске тяжело, то, наверное, в кислородной маске или на ВЛ дышать еще труднее. И, конечно, нужно не переставать соблюдать эти меры. Вот как девушка там говорила, разве они защищают? Если их носить правильно, вовремя менять, и если носят все люди, которые находятся в закрытом помещении, то они будут достаточно эффективными. Ну, я должен, наверное, сказать телезрителям, объяснить, так как у нас достаточное расстояние, я единственное позволил себе быть не в маске. Но в обычной жизни, в общественных местах и даже у себя на работе мы ходим обязательно в масках. Правильно носить маску? Иногда нос сверху, да, или очень красивая маска, она вся в дырочках, незакрываемая. Она, это что-то помогает или нет? Ну, конечно, нет. Маска должна быть либо медицинская, либо тканевая, но не в стразы, в сеточку. Она должна плотно прилегать к лицу, закрывать нос, рот, и ее нужно вовремя менять. Тогда маски будут достаточно эффективными. Ну, а самодельные какие-то дизайнерские маски, они тоже какую-то пользу приносят? Чисто механический барьер, только если с такой точки зрения. Но если она сделана из ткани, не в сетку, да, а более плотная, то хуже, чем медицинские маски, но частично будет защищать. Ну, и, наверное, очередной раз стоит подчеркнуть телезрителям, что мы носим маски не для того, чтобы не заразиться самим, а прежде всего не заразить других людей. И если мы надеваем маску, мы таким образом показываем свое уважение к другим людям. Правильно, да. Да? Совершенно верно. Ирина Степановна, хочу у вас спросить такая важная тема, мне кажется, о которой мы еще не говорили в четвертой студии, это беременные женщины. Они тоже ходят вот так в магазины, иногда без масок, едут в общественном транспорте, ходят в общественные места, но ведь они тоже подвержены коронавирусу. Что происходит, когда они заболевают? Вот сам механизм, куда они потом попадут? Переживают ли они, что не предохраняли свое время маску, не носили от коронавируса? Конечно, беременные женщины так же болеют, как и все остальные наши населения. Вот, и клиническая картина у них протекает так же, но вот в отличие от гриппа, да, H1N1, который был в 2009 году, там беременные входили в категорию риска, то есть у них заболевание протекало наиболее тяжело, то коронавирусная инфекция, да, у них протекает, есть те же симптомы, развивается та же пневмония, развивается дыхательная недостаточность, но все же такого вот тяжелого течения, как мы видели при H1N1, встречается крайне редко, оно встречается, но не так часто. Если беременная женщина заболевает коронавирусной инфекцией, у нас в Могилеве лечение их проводится в Могилевской больнице номер 1, в акушерско-гинекологических отделениях. И там уже смотрят, а если... Там обязательно, там есть акушер-гинекологи, туда приезжаем мы на консультации и совместно как бы ведем таких пациентов. Евгения Дмитриевна, ну, самая обсуждаемая, наверное, сейчас тема – это вакцины против ковид. Как делать, не делать, чем делать? Расскажите, в Могилевской области вот на сегодняшний день, как идет эта компания, сколько человек привилось, чем нас прививают и что будет дальше, как вы прогнозируете? Или чего вы хотите как специалист? Ну, компания, конечно, вакцинации у нас идет полным ходом. Им уже на сегодняшний день привито более 133 тысяч человек в Могилевской области, это где-то 13% от населения области. Это получили одну дозу, а двумя дозами полностью, двумя компонентами привито уже 73 тысячи человек, тоже где-то около 7,3% населения. Мне бы хотелось, и всем нам хотелось, чтобы привилось, конечно, намного больше людей, чтобы мы достигли того коллективного иммунитета, о котором все говорят, 70-60% населения области, если будет привито, то, конечно, тогда ситуация у нас с коронавирусом будет улучшаться. Когда мы говорим 70-60%, мы имеем в виду детей, ведь детей не прививают пока. Да, мы имеем в виду 60% населения, всего населения области нужно привить. Детей мы не прививаем, поэтому задача взрослых привиться самим, привиться в таком количестве, чтобы защитить детей. Это так называемая стратегия кокона, когда мы защищаем, прививаясь сами, мы защищаем не только себя, но и защищаем окружающих, тех, кто не может привиться. Дети, например, если сейчас беременным противопоказано, каким-то другим людям с противопоказаниями, мы будем защищать и себя, и их. Я хотел бы поговорить о самой вакцине. Что это такое для простого человека? В чем вот особенность спутника? Например, ну это, наверное, на сегодняшний день самая распространенная вакцина в Могилевской области. Любая вакцина, цель любой вакцины – это выработка защитных клеток, которые называются антитела. И когда мы будем сталкиваться с тем или иным вирусом, ну вакцины разные бывают, в частности, если мы будем сталкиваться с коронавирусом, то те антитела, которые у нас выработались в ответ на вакцинацию, они нейтрализуют… Вирус, который к нам попадает. Да, который к нам попадает. И человек не заболевает. Можно ли заболеть от вакцины коронавирусом? Однозначно, от вакцины заболеть нельзя. Нельзя заболеть ни как от вакцины «Спутник Ви», ни как от китайской вакцины фирмы «Синофарм», которая у нас использовалась. Почему? Нельзя заболеть от «Спутник Ви», потому что в ней не содержится вирус. Там содержится белок вируса, который не вызывает заболевания. Китайская вакцина – это вирус, но он инактивированный, то есть он тоже не вызывает заболевания. Поэтому и та, и другая вакцина, они не вызывают заболевания, и привитой человек вирус, соответственно, не вызывает. Можно ли привиться и заразиться от другого человека, который уже болен коронавирусом? Можно, это можно. И такие случаи встречаются. Но цель любой вакцинации, в том числе и вакцинации от коронавирусной инфекции, это предотвратить тяжелые формы заболевания. Если привитой человек заболевает коронавирусной инфекцией, то заболевание у него, как правило, протекает в достаточно легкой форме или средней степени тяжести. Но, по крайней мере, такие люди привитые крайне редко, ну, фактически не попадают в отделение анестезиологии и реанимации. Поэтому цель вакцинации... Это верно? Да. У нас есть такая статистика, то есть у вас, по идее, таких людей быть не должно или... Когда люди к нам попадают, мы же уточняем. У всех спрашиваем, конечно, привит или не привит человек. Да, вакцинирован или не вакцинирован, и пока не было у нас. Пока не было. И в целом, по статистике, у нас 99,9% из тех, кто заболел, были не привиты. Это люди, которые заболели, не прививаясь. Да. Скоро 1 сентября. В интернете обсуждают такую злободневную тему, достаточно злободневную и важную, как мне кажется. Это надо ли прививаться учителям. Особенно в начальной школе. Почему-то об этом очень много говорят. Какие ваши аргументы за, почему им надо прививаться? Конечно, учителям прививаться надо. Потому что педагоги входят в группу риска по высокой возможности заразиться и заболеть самим, и распространить инфекцию среди тех, с кем они контактируют. Они контактируют с большим количеством людей. Особенно с детьми, которые не могут быть привиты на данный момент. И они могут стать источником инфицирования для детей. Но и учитывать нужно не только профессиональный риск, но каждый человек индивидуально должен думать про свой личный риск. Потому что у каждого учителя, кроме его класса, кроме его детей, с которыми он работает, у него есть родственники, у него есть пожилые родственники. Либо те, у которых есть какие-то заболевания хронические, которым тоже нельзя болеть коронавирусом. Он должен думать не только о своем профессиональном риске, и о индивидуальном риске, и о своем состоянии здоровья, в первую очередь тоже. Здесь, мне кажется, самым важным тот момент, что они общаются, учителя, педагоги, общаются с людьми, с детьми, которые не могут на сегодняшний день привиться. И защитить себя от коронавируса. Это, наверное, самое главное. А дети болеют дельтой? Дети тоже болеют дельтой, но так же, как и предыдущая, первая-вторая волна, дети болеют не так тяжело. Ну и с учетом того, что сейчас все-таки каникулы, дети разъединены, то, конечно, заболеваемость среди детей значительно ниже. Ну и, наверное, самое главное, здесь стоит подчеркнуть, что дети могут не болеть сильно, но могут быть разнощиками и вирусом. Дети, да, так они являются основными разнощиками. Основными разнощиками. Прививка, вы говорите, может облегчить симптомы заболевания. А самый тяжелый вариант для человека, если он попадает в реанимацию. Совершенно верно. Валерий Геннадьевич, у нас есть видео как раз из реанимации. Давайте его посмотрим. На это, наверное, страшно смотреть человеку, который там не был, непрофессионалом. Расскажите, что мы видим? Вот дайте пояснение, что это происходит. Медицинская сестра налаживает инфузию для пациента. Здесь пациент тоже в крайне тяжелом состоянии. Доктора катеризируют центральную вену для инфузионной терапии, введения различных препаратов и мониторинга сердечной деятельности. Под УЗИ-контролем ставят катетер в левую и ревную вену. Как это оказаться на ИВЛ? Не все там были, я надеюсь, что большинство там и не побывает. Что это такое? Что происходит с пациентом? Как это вообще выглядит? Хотелось бы сразу сказать, что существует несколько ступеней кислородной поддержки. До 15 литров поток кислорода. То есть пациент дышит через кислородную маску. К правилам в промпозиции 24 на 7 режим. То есть это крайне неудобно пациенту. Зачастую, все мы видим картину, когда чуть-чуть маску он отнял, сразу сатурация снижается. Таких цифр не очень удобно. Свыше 15 литров мы сейчас видим высокопоточную ИВЛ, высокопоточную кислородотерапию доктор налаживал. Это от 15 до 100 литров потоки аппараты современные поддерживают. Но это уже крайняя мера, чтобы не переводить человека для неинвазивной ИВЛ. Когда маска на специализированных ремнях, специализированные маски плотно прилегают к лицу, тогда пациенту в принципе, ну крайне это все-таки неудобно. Это, мягко говоря, питание через тоненькую трубочку под маску, жидкой пищей, тоже режим практически всегда 24 на 7. Это лежа в промпозиции, потому что крайняя мера – это интубация трахеи, перевод пациента на инвазивную вентиляцию легких. А почему пациенты на многих видео лежат на животе? Ну, это связано с особенностями функционирования наших легких и кровоснабжения. Как правило, в нашей с вами обычной жизни заднебазальные отделы несколько выключены из нашего дыхания, то есть имеют такой резерв как по кровообращению, так и по объему дыхательному. И именно в промпозиции, в положении лежа на животе, обращали внимание, что пациенты часто имеют избыточный вес, в положении на спине внутренние органы будут поддавливать заднебазальные отделы легких, они не будут участвовать в дыхании. Поэтому в положении лежа на животе именно заднебазальные отделы легких, альвеолы, они лучше раскрываются, лучше кровоснабжаются и создают такую резервную, скажем так, резерв для пациента по кислороду и по дыханию, чтобы пережить этот критический момент. Многим людям это непривычно, это неудобно, но это необходимо. Это жизненно необходимо. Это является даже одним из лечебных мероприятий. То есть это лечение, не просто как бы чье-то хотение. Да, у некоторых пациентов нам приходится уговаривать, объяснять. Даже так. Порой, к сожалению, да. Очень часто и по несколько раз. Люди, которые, чтобы они не попадали вот так на ИВЛ, что они должны в первую очередь делать для себя? Чем они могут защититься? Что мы можем сделать сами, чтобы не оказаться в ваших пациентах? Первым делом, конечно, вакцинироваться. Это основное. А после того, как вы вакцинировались, это не забывать соблюдать те правила, о которых мы уже очень-очень много говорили. Это прежде всего ношение масок, соблюдение дистанций, социальное имущество. Ну вот в магазине, где мы снимали, один из людей, который был без маски, это не вошло в сюжет, но было показано ранее, он сказал, я вакцинировался, мне маска не нужна. Что вы об этом думаете? Это очень плохо. То есть люди действительно теряют страх и считают, что если я вакцинировался, значит, я не заболею. Но мы вот еще раз говорим, что да, вакцинация из 100 вакцинированных, 95-96 человек не заболеет. Но 3-4 человека, они все равно могут заболеть. Но заболевания у них будут протекать в более легкой форме. Но заболевший человек, опять-таки, является источником инфекции для окружающих. Поэтому для этого и необходимо ношение маски. Ну это то, о чем мы говорили, это мы защищаем от себя здоровых людей. И тут еще очень важно понимать такой момент, что люди некоторые привились и сразу снимают маску, думая, что они уже защитились, а в этот же момент. Нет, вакцина работать начинает не так быстро. Чтобы наработались антитела, должно пройти минимум 3 недели после первой дозы, потом нужна вторая доза. И вот где-то действительно защитный уровень антитех будет через 2 недели после второй дозы. И вот весь этот период вообще, даже думать не нужно о том, чтобы маску снять. Валерий Геннадьевич, мы поговорили о пациентах, я хотел бы поговорить о врачах. В полной ли мере медицинские работники, ваши коллеги обеспечены средствами защиты индивидуально? Ну, с этим, со средствами индивидуальной защиты никаких проблем сейчас нет. Все как бы в штатном режиме, поэтому... Единственное неудобство, что может создать, это длительность нахождения в нем, температурный режим. Да, но есть во что одеться, есть чем защищаться. Ну, когда я ездил по больницам, разговаривал с врачами, с медсестрами, снимал про них сюжеты. Вот у людей, которые одеты как космонавты, как их обычно называют, я спрашивал, сколько стоит, сколько по времени надеть такой костюм? Мне говорили, ну, минут 20. Я говорю, ну, хорошо, вы отработали там 4 часа 5, я не знаю, сколько. 20 это много. Потом захотели попить чаю, что вы должны делать? Она говорит, я снимаю костюм, куда-то складываю, пью чай и отдыхаю, а потом что вы делаете? Я снова надеваю этот костюм. Это все так же сложно. Ничего для этого не изменилось, упрощения для вас нет? Нет, конечно. Никаких упрощений. Только уже одеваем не 20 минут, а достаточно быстрее. Ритуал сократился по времени, но он остался. Откуда врачи находят силы, чтобы вот в этих условиях продолжать работать? Потому что обычные люди, обыватели, такие как мы, да, я, вирус он где-то есть, мы его не видим и не чувствуем. В больнице мы не заходим, там красная зона. Врачи с этим живут уже, наверное, как получается, второй год. Второй год пошел. Откуда у вас силы, расскажите? Сложно сказать. Конечно, все устали. Но сейчас лето, отпускная кампания все-таки. Если в прошлую пандемию, да, мы наших сотрудников как бы так несколько задерживали с выходом в отпуск, то сейчас, с учетом того, что и как бы больных несколько стало меньше, то, конечно, отпускаем сотрудников в отпуск, потому что все хотят отдохнуть. Вот. Ну и, конечно, наверное, какие-то домашние дела, отдых на выходные, общение с друзьями, в семье, все это придает какие-то силы. Ну и, конечно, всем очень приятно, когда тяжелый пациент, и получаешь моральное, эмоциональное удовлетворение, когда тяжелый пациент выписывается здоровым, и все у него хорошо. Это тоже вот дает такое... Результат стимулирует. Да, стимулирует в работе. Расскажите о ваших коллегах, Валерий Геннадьевич. Как вам кажется, от чего у них глаза светятся, что ими движет? Светится. Результат. Результат своей работы. То есть, когда действительно, к сожалению, и тяжелые пациенты различного возраста случаются, но все-таки удается добиться результата, чтобы они выжили, ушли на своих ногах. Это вот то, что придает, наверное, всем какую-то цель и силу. Да. Ну, не все, к счастью, пациенты попадают к вам отделением, и не все попадают в инфекционную больницу, в стационар, находятся дома. Какие вы рекомендации можете дать людям, которые дома заболели в несильной форме, ковидом, находятся дома, что им делать, чтобы не осложнять свое положение? Ну, вот я уже немножко так рассказала, да, прежде всего, это соблюдать питьевой режим, при температуре принимать жаропонижающие препараты, ну, и лечащий врач назначит дополнительное лечение, то есть у каждого это может быть индивидуальные препараты, ну, и если есть пневмония, не все пневмонии лечатся стационарно, да, то есть часть легких пневмоний они проходят амбулаторное лечение, вот, то, конечно, и в домашних условиях это соблюдение вот той пронпозиции, это пронпозиция, это нахождение на животе, да, то есть и в домашних условиях это тоже соблюдать, то есть стараться максимально, оптимально это около 16-14 часов находиться на животе, но вот это тоже соблюдать. Евгения Дмитриевна, мы уже говорили о прививке, что делать надо, она разная, человек решил вдруг сделать эту прививку, наконец созрел, его первые шаги, что он должен сделать, кому обращаться, скажем, подчеркнем отдельно, что она бесплатная, да? Человек, который решил сделать прививку, он должен идти в поликлинику и делать прививку, чтобы не задерживаться, не надумывать, не передумать, специальной подготовки для этого не нужно, нужно обратиться к терапевту, в поликлинике направят специально кабинет, где осматривают пациентов перед прививкой, там он должен честно и рассказать врачу о всех, ну, свой анамнез, то есть о всех своих заболеваниях, хронических, о возможных аллергических реакциях. Не утаивать от врача свои хронические заболевания, на что у него аллергии могут быть. Да, чтобы врач мог принять решение, можно ли ему, этому человеку делать прививку, он его осмотрит и даст допуск к вакцинации. И все, вакцинация будет сделана бесплатно в поликлинике, но она делается двухкратно, то есть нужно прийти первый раз на прививку и через три недели прийти за второй дозой. Это если спутником ВИИ? И китайская вакцина, которая была тоже, она тоже делалась из двух, состояла из двух доз, в принципе, с таким же интервалом 21-28 дней, да. Очень важный вопрос, который сейчас всех волнует, все его тоже обсуждают. Прививка, она воздействует на новый штамм Дельта и К? Как она работает? Воздействует. Все, сейчас нет вакцин вообще в мире, которые бы не защищали вообще от любого вида из вариантов коронавируса, которые циркулируют. Да, защита немножко снижается, эффективность вакцин снижается, но она не становится нулевой. То есть в любом случае вакцины защищают и от Дельта штамма тоже. Главное, от тяжелого течения. Да, от тяжелого течения. Если эффективность именно по заражению и по проявлениям вообще болезни может немножко снизиться к Дельта штамму, то от тяжелого течения защищают сейчас все существующие вакцины. А как это происходит? Как вообще работает вакцина? Человек привился, да, и вот он встречает человека, который болен коронавирусом, каким-то любым штаммом, любым. Как коронавирус пытается проникнуть в наше тело и как сама вакцина не дает ему это сделать? Как это происходит? Это можно как-то объяснить вот на пальцах простым людям, мне, человеку, который не слишком силен в химии и биологии. Мы тоже уже пытались это сделать, да, то есть вирус, поскольку это вирус воздушно-капельный, он проникает у нас через слизистую роту и носоглотки, да, проникает, и его цель поразить так называемые эпителиальные рецепторы, которые имеются, эти рецепторы фактически в любом органе у нас имеются к коронавирусу, вот он туда пытается проникнуть, а у нас уже есть антитела, которые на вакцину выработались, и вот они этот вирус начинают потихоньку как бы уничтожать, не дают ему проникнуть, соединиться с рецептором для того, чтобы проникнуть внутрь клетки и оказать свое, скажем так, пагубное действие. Ну, это если так, как бы, вот как ключ к замку, да, вот вирус это, допустим, ключ, а антитела это замок, вот они соединяются, нейтрализуются, и все, и заболевание не развивается. А если прививки нет, вирус свободно проходит? Проходит, и да, рецепторы есть фактически к этому вирусу практически в любом органе у нас. Больше всего их, конечно, там в легких, в легких, в кишечнике, в сердце, но есть везде, в том числе и в головном мозге. Человек, который сделал прививку, он менее заразен, чем тот, который ее не делал, для других людей. Если он заболеет, да, то он менее заразен для других людей, чем тот, который без прививки. То есть и в этом случае прививка тоже работает? Он будет выделять меньше вируса и менее продолжительное время, чем непривитой заболевший человек. Это будет достаточно эффективно. У нас есть сюжет о прививках на предприятиях из программы новинной региона. Давайте его посмотрим, а потом вернемся в студию. Когда 200 выездных бригад по вакцинации працуют в области, медики делают прищепки от коронавируса на предприятиях и организациях. Такая форма иммунизации допомогает охопить как могло больше насильства, а также позволяет вакцинировать джихару самых отдаленных районов Могилевщины и этих пациентов, которые по разных причинах не могут самостоятельно дойти до медустановы. Выездная бригада приехала на Могилевский Мегатекс. В опыт таких вакцинаций есть, згадаем компанией Супрать Гриппу. По словах эпидемиолога, в великую частку насильства прищепливали, так бы мовить, на працанных местах. Решила для собственной безопасности, в первую очередь. Прививка, она же не говорит о том, что мы не заболеем ковидом, но просто само течение болезни может произойти в легкой форме, поэтому принял решение. На початку вакцинации Супрать Коронавирусу поуставало питание про перевозку вакцины. Там строгие правила по температурным режиме. Потребования по захованию холодового ланцуга поспехово вытремливают. Для выездных бригад закупили специальные контейнеры и пульс-оксиметры. Мы транспортируем вакцину в которых сохраняется необходимая температура несколько часов. Все соблюдается. Вы видите, что здесь созданы условия для того, чтобы провести вакцинацию в необходимых санитарных условиях. И мы можем привить сразу большое количество желающих прививаться. Это очень важно. Задача прищапить от коронавируса 80% у населенства Могилевщины до сезона простуд. Таким чином можно сподеваться на створение коллективного иммунитета. Пойшла новая хваля по захворю Месті. Ситуация усклоняется еще и тем, что у республики региструется новый штамм коронавируса Дельта. Продолжение следует... Четвертая студия в прямом эфире. Говорим мы о профилактике коронавируса. Что с этим делать? Что должно сделать все общество? Как мы сами себя должны защищать? Можем ли защищать? Для чего это нужно? Чтобы... И чем врачи могут нам помочь в этом? Мы пытаемся в этом разобраться, поэтому с вами говорим. Естественно говоря, о вакцинации невозможно обойти стороной какие-то побочные действия от прививки. Они возникают. Что с этим делать? У многих ли людей? Побочные реакции конечно на вакцину возникают. Вакцина это лекарственный препарат и как на любой лекарственный препарат могут быть реакции. Реакции возникают далеко не у всех, но бывают основные реакции не сложные, не тяжело протекают у людей. То есть это общее и местное. Может болеть вместо инъекции и общей реакцией может подняться температура, может быть такой гриппоподобный синдром, то есть ломит суставы, мышцы, голова болит. Бывает далеко это не у всех. Если возникает то в первые сутки и проходит тоже сутки, двое, это максимум. То есть если человек действительно плохо себя ощущает и переносит температуру плохо, можно принять жаропонижающие, бупрофен или процетамол. И обычно эта температура сбивает и она даже больше может и не подняться. У каких людей больше возникает вот таких симптомов? Как правило, это все-таки люди более молодого возраста. Особенно наиболее часто у них возникает температурная реакция, то есть повышение температуры. Но как правило, это действительно сутки-двое. Обычно это через 8-12 часов от проведения вакцинации и в течение суток. У кого организм моложе и сильнее, да? Иммунная система более реактивная. У пожилых менее реактивная и они переносят легче. Я уже даже слышал такую шутку, когда люди в среднем, скажем так, в возрасте, для которых еще важно молодой или не молодой, делают прививку. И вот по реакции, если у меня что-то заболело, значит, я моложе. Хорошо, когда люди над этим шутят, мне кажется. Человек, если он сопоставил симптомы и уверен, что он переболел, разговаривая с коллегами, все так делают, а как ты болел? А у меня то болело, это болело, ой, у меня это болело, наверное, я тоже переболел, наверное, да. Надо ли ему идти к врачу про это рассказывать, а переходил на ногах, такое тоже бывает, надо ли ему про это рассказывать, идти к врачу, что-то делать, сдавать на антитела, что вы посоветуете? Если человек ощущает себя плохо, у него есть какие-то симптомы, которые его беспокоят, он идет к врачу, об этом рассказывает. А если постфактум? Как бы это уже прошло? Да, прошло. Он, в общем-то, уже переходил? Значит, сдавать на антитела специально не нужно, это не рекомендует ни Всемирная организация здравоохранения, ни наше Министерство здравоохранения, то есть большого значения для последующей, например, вакцинации это не играет роли. То есть у нас здесь учитывается временной фактор. Если после предполагаемой болезни, либо действительно болезни прошло уже три месяца, например, то уже можно идти делать, например, прививку. Не проверяя перед этим антитела, потому что вакцинироваться при наличии антител не опасно. Не опасно, а почему говорят, не надо вакцинироваться, если есть антитела? Это предусмотрено именно потому, что вакцин на самом деле не так много. То есть человек, который переболел, может прививаться, особенно если в легкой форме, он может идти и прививаться сразу после выздоровления, даже после коронавирусной инфекции. Ну или через 2-8 недель, например, если было средней, например, или тяжести, или тяжелое течение. Но, скорее всего, у него иммунитет месяца три будет сохраняться, он в это время защищенный, а вакцина нужна тому, кто еще не болел и у кого вообще нет никакой защиты. Она ему просто нужнее, поэтому человек, который только-только переболел, может немножко подождать. Но прививаться можно, это не опасно, можно прививаться и при наличии антител. Какой иммунитет будет сильнее, приобретенный переболевшим человеком или получен от вакцины? Скорее всего, будет даже тот, который получен от вакцины, потому что он целенаправленный и более сильный. И тут такой бонус, антитела можно получить и от болезни тоже, но вместе с ней можно получить и симптомы, и постковидный синдром вместе с этими антителами. Да, остатутся последствия. А вакцина дает колоссальное преимущество, мы получаем антитела без переболевания, то есть мы не заболеваем, а защиту получаем, поэтому, конечно, так лучше. Ревакцинация. Такое слово, которое тоже настораживает обыкновенных людей. Что это такое, для чего это надо, планируется ли она для тех, кто уже привился? Мы еще, конечно, не привили всех еще первый раз, первыми дозами, но уже есть разговоры о ревакцинации. Бояться не нужно, дело в том, что еще неизвестна длительность иммунитета, который будет после вакцин. Возможно, он будет непожизненный, и возможно, понадобятся дополнительные дозы вакцины, то есть ревакцинация. Если нужно будет, будем делать ревакцинации. Страшного в этом ничего нету, потому что это частая практика введения дополнительных доз от различных других инфекций. Например, от дифтерии столбняка мы все время ревакцинируемся, каждые 10 лет. Кто-то прививается от клещевого энцефалита, там нужны ревакцинации каждые 3 года. То есть ничего страшного в ревакцинациях нет, мы просто повысим свой уровень защитных антител. Валерий Геннадьевич, хочу вас спросить немножко лично вопрос, может быть, но я думаю, он будет полезен для общества. Если ваш близкий друг сомневается, прививаться ему или не прививаться, будете ли вы его уговаривать, и какие аргументы будут самыми первыми, которые вы приведете? Спасибо за вопрос. Уговаривать, наверное, не буду, но аргументы можно привести, что в любом случае у каждого из нас, наверное, уже на данный момент заложена реакция на вирус, который вызывает COVID-19. И узнать, какая это будет реакция, средняя форма тяжести, либо легкая, либо тяжелая, но если только заболеть, ну, сыграть в рулетку. Можно привиться и, в принципе, не проверять на себе все последствия, которые могут быть. Поэтому, я думаю, это достаточно веский аргумент. Да, тем более, учитывая то видео, которое мы посмотрели из реанимации. Да, здесь по видео думаю, что многие могут насторожиться. И должны насторожиться, что все-таки не все так легко, как говорят, что может быть легко. Может быть легко, а может быть и нет. А может быть и нет. Спасибо вам большое, что вы уделили нам время, оторвались от своей работы. Спасибо телезрителям, что вы смотрели нас. Прививаться или нет, это решает каждый человек, но, наверное, и каждый человек должен тоже задуматься над этой проблемой. И еще раз все взвесить. С вами была программа «Четвертая студия». Оставайтесь на «Беларусь. 4 Могилев». Берегите себя и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин